Я знаю, сегодня такой праздничный день, и, может быть, не следовало бы рассуждать на будничные темы. Но когда еще представится такая возможность мне встретиться с элитой нашего государства? Да и тема, похожая, которую я хочу затронуть. Обыденная тема для нас. Мы ее, конечно, решим. Это моя проблема, и я ее буду решать. Я в последнее время немного отвлекся от обыденных дел. Знаете почему? Вся страна этим событием жила. Я тоже был недалеко. Но, тем не менее, с меня никто не снял обязанность следить за тем, что происходит в стране. В том числе и в нашей великой мусорке, и хорошей, и плохой в интернете. И вот я в последнее время заметил несколько тем, которые обсуждаются, бурно обсуждаются. И они, конечно же, касаются прежде всего вас. Ни крестьян, ни рабочих, ни врачей-учителей нашей интеллигенции, которые трудятся каждый день. Нас, элиты, которые управляют государством, развернулась бурная полемика. Как будем служить в армии? Читай. А как будем защищать свою землю, свое отечество? Как? Ах, депутаты плохие. Бедный Равков, этот министр обороны, его уже истоптали вдоль и поперек. Не то предложил. Не то военные внесли на рассмотрение парламента. А те, что-то там приняли. А завтра будет катастрофа. Да успокойтесь. Президент не поставил подписи ни на одном документе, где вы думаете о катастрофе. Этот вопрос действительно дебатируется, что будем делать с армией. Главное, как будем защищать свое отечество. И те, кто там пописывают, в этом интернете, я их вижу за этими строчками. Это те, кто прежде всего родили за суверенитет и независимость. И я вас предупреждал, всех вас, что и 10, и 15 лет тому назад суверенитет и независимость – это самые дорогие вещи. Они очень дорого стоят. И не только в денежном выражении. И наше общество на ура восприняло – будем суверенны и независимы. Особенно те, кто сегодня там пописывают. И когда встал вопрос сегодня о долге, о цене независимости, хотя бы в части защиты и суверенитета и независимости, все закричали – нет. Надо общество разделить на части, на классы какие-то. Одни, рабочие крестьяне, как обычно, у кого, в общем-то, власти нет и прорваться туда, они будут защищать нас. Мы им дадим ружье, и пусть там помирают, защищая нас. А мы, конечно, за границей. И еще где-то будем получать образование. И будем выбирать, где нам жить и работать. Но защищать мы не будем. Воевать мы не будем. Я, как президент, обдумывая подброшенную вами тему мне, начинаю размышлять. Мне же закон подписывать. А какие есть варианты, кроме тех, которые прописаны или будут прописаны в законе? Я перебираю эти варианты, опыта у меня хватает. И спрашиваю сегодня у вас. Знаете, можно не защищать свою страну. Можно обратиться в НАТО, в Североатлантический блок и попросить их. Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта, а я нет. Есть другой вариант, он нам ближе. Мы недавно в таком варианте существовали. Братская, родная нам Россия. Мы можем вступить в состав России и попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее, прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, ну, по крайней мере, на первых порах для нашего поколения хватит. Ладно, там дети сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу. Тогда остается третий вариант. Сами будем защищать себя. И те, кто пописывают, так и размышляют. Только думают, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска. Не они будут на бронетехнике и самолетах летать, защищая нашу страну. А те, которые не могут поступить никуда и так далее и тому подобное. Вы хотите, чтобы было так? Я нет. После меня? Пожалуйста. Мы всегда говорили, и я это прошел сполна, имею право это сказать. Родину, Отечество должны защищать все. Все. Особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени. Мы на женщин начали перекладывать и эту проблему. Мало того, что, как в спорте, две трети женщины завоевывают медали, одну треть мужики и везде оправдываются. В Беларуси этого быть не должно. Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать Родину и свою семью и свою женщину. Уважаемые друзья, еще раз извиняюсь, что поднял эту обычную свою тему, которую мне придется решать. Но это уроки, о которых я говорю. Это уроки той страшной войны. И тот, кто этого не знает, тот, кто не переболел этим, не прочитал это, не вник в это и не извлечет этот урок, тот будет бит. И тот со временем потеряет еще три миллиона, я имею ввиду Беларусь, три миллиона, не дай бог, населения. И если кто-то сюда придет, он не будет смотреть. Это крестьянин, врач, рабочий и так далее. Ну, коллаборационисты или как их называли, там предатели были всегда. Да, возьмут повязку, на руку повесят, но у нас страна уже не та. Слишком грамотные, с повязками ходить будет трудно, даже если снова попадем в оккупацию. Поэтому это урок. И уроки нужно извлекать из всех событий, чтобы выстоять, выдержать и чтобы быть по-настоящему суверенным и независимым.